Главным событием стало пленарное заседание. Специалисты делились опытом и наметили приоритетные направления в развитии отрасли. За последние годы в стране был сделан настоящий прорыв в производстве медоборудования и фармацевтических препаратов. Доля отечественных медицинских изделий достигла на сегодняшний день 20%. В 2012 году мы начинали с 13%. Доля отечественных медицинских препаратов составляет уже 32%. При том, что рынок ежегодно динамично растет. У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся к клиническим исследованиям при таких заболеваниях, которые требуют иммунокоррекции, прежде всего, онкология, аутоиммунные, аллергические заболевания и наследственные, в том числе нейродегенеративные и нервно-мышечные заболевания. В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что для здравоохранения Краснодарского края в приоритете использование отечественной медицинской техники. Однако, чтобы увеличить их долю в больницах и поликлиниках, необходима федеральная поддержка. Чтобы мы не говорили, какие планы мы не строили, экономического развития, благосостояния граждан, ну, все, что мы планируем. В основе этого лежит самый главный ресурс – здоровый человек. Сегодня здравоохранение для нашего региона в приоритете. Край постоянно внедряет новые методики и технологии, безусловно, высокотехнологичная медицинская помощь сегодня максимально в крае присутствует. И в следующем году на приобретение техники мы выделили 1 миллиард рублей. Я хотел бы, чтобы мы их потратили все-таки на закупку отечественной медицинской техники. Поэтому я думаю, что здесь нужны определенные госпрограммы при софинансировании субъектов на приобретение именно российской медтехники. Также на Кубани планируют создавать фармацевтические производства. В Краснодаре собираются построить завод по изготовлению одноразовых систем для забора и переливания крови. Этот проект «Корпорация развития края» представила на выставке достижений в области биотехнологий. Ее перед пленарным заседанием оценили министры здравоохранения, промышленности и глава Кубани. Новое предприятие планируют построить уже в 2021 году.